Доброго времени суток, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам, как правильно исповедаться в первый раз православному человеку, ведь таинство исповеди в православной церкви с уверенностью можно назвать наиболее сложным для христианина. Так как именно в этом таинстве в наибольшей полноте реализуется свобода воли человека. Ведь человек сам решает измениться, прийти к Богу и при священнике рассказать, что делал неправильно, за что стыдно и от чего он отрекается и будет стараться в дальнейшем не совершать подобного. Исповедь – это акт отречения от греха ради Бога и ради своей души. Первое таинство исповеди в православной церкви должно быть совершено после исполнения человеку 7 лет. Так как дела, совершенные человеком до 7 лет, уже искуплены Христом. 7 лет – это возраст осознания и ответственности. С 7 лет ребенок перестает быть младенцем и становится отроком. Он может понимать значения и последствия своих поступков. Так гласит Священное Писание. Поэтому первая исповедь для христианина, который рос в воцерковленной семье, наступает в детском возрасте. Традиционно, подготовка к исповеди начинается еще с воспитания ребенка, когда ему рассказывают о смертных грехах, Боге, церкви и ее таинствах. Таким образом, маленький человек узнает о правильной и неправильной модели поведения и, приходя к исповеди, сверяет свое поведение с ними. Однако, все равно перед первой исповедью стоит еще раз обсудить все с ребенком и предупредить, чтобы тот сказал священнику о том, что он исповедуется впервые. Священники по-особому общаются с теми, кто не проходил этого таинства ранее. Они понимают, что в такой ситуации корректность и тактичность крайне важна. Этот совет употребим не только по отношению к маленьким исповедникам, но и по отношению к тем взрослым, которые волею случая впервые подходят к таинству уже в зрелом возрасте. Но для них это событие протекает немного сложнее, так как вся предварительная подготовка лежит исключительно на их плечах. Для начала следует определиться с местом, временем и священником. Это может быть любая удобная по расположению к дому церковь, или просто приятная исповеднику, в которой он будет чувствовать себя комфортно и спокойно. Первый раз подходить к исповеди лучше в будний день, так как тогда будет меньше людей, чем в день воскресный на литургии, и священник сможет уделить больше времени. Тот, кто исповедуется впервые, крайне нуждается в особом внимании священника. Можно заранее обговорить со священником время своей исповеди. Если у него нет запланированных треб, то он должен будет провести ее. Можно заодно попросить его советов по подготовке к исповеди и необходимую литературу, которую он может порекомендовать. Подготовка к первой исповеди Далее следует сама подготовка к первой исповеди. Церковь рекомендует дни подготовки провести в посте, то есть воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, рыба, молоко, яйца и сексуальных отношений. Количество дней поста определяется самим исповедником. Это может быть день, неделя, или же может не быть вовсе, так как пост – необязательное условие. Однако, пост будет способствовать собранию всех мыслей на одной теме – грядущей исповеди. И только если человек собирается после первой исповеди подойти к причастию, пост с продолжительностью не менее трех дней становится обязателен. Особенно важно уделить время молитве и чтению Священного Писания. Также существует литература, в которой есть списки грехов. Это те грехи, что проистекают из грехов смертных или способствуют их совершению. Однако, эту литературу стоит заранее обсудить со священником, чтобы она не была неканоничной и не вводила в заблуждение. Как правильно подготовиться к исповеди? Смертными грехами называют те поступки, которые совершаются против десяти заповедей Закона Божьего. Это гордыня, прелюбодеяние, зависть, чревоугодие, уныние, гнев, сердолюбие, воровство, убийство. Аборт также является убийством. Они исповедуются в первую очередь. С этими списками следует ознакомиться и вспомнить, не имели ли эти поступки места в вашем прошлом. Если в процессе подготовки к исповеди оказалось, что, вспомнив один грех, забываются два других, то можно начать записывать грехи, в которых есть потребность исповедоваться. У некоторых к моменту исповеди оказывается исписанной целая тетрадь. В этом нет ничего зазорного или страшного. Наоборот, это значит, что человек подготовился правильно, отнесся к делу со всей серьезностью и был предельно откровенен перед Богом и самим собой. Также следует просто подумать и осознать, за что из совершенного в жизни стыдно прислушаться к своей совести. Может быть, того, за что стыдно, нет ни в одном из списков грехов. Но все же стоит сообщить и об этом на исповеди. Если эти поступки не являются грехом, священник объяснит это и, возможно, попытается вместе с исповедником понять, почему они его так беспокоят. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Если были сделаны записи, то на исповеди следует передать их священнику, чтобы тот прочел их. Или же исповедник может сам зачитать свои грехи. Если исповедь происходит во время литургии, то зачитывать следует тихо, чтобы не отвлекать остальных молящихся. Как же правильно себя вести и исповедоваться на первой исповеди? Исповедоваться лучше своими словами, а не заученными фразами из книг. После озвучивания или зачитывания грехов, священник может задать какие-либо вопросы. Также, вопросы, которые волнуют или смущают душу, может задать и сам исповедник. Ведь первая исповедь означает начало воцерковления человека, начало его жизни в церкви. Следовательно, он многое еще не понимает, и логично, что он захочет спросить то, что ему не ясно у священника. Это можно и нужно делать на исповеди, и не только на первой. Однако, следует учитывать, сколько всего пришедших на исповедь. Их время необходимо уважать, и если таковые есть, и исповедь происходит во время литургии, то все вопросы, кроме тех, что наиболее сильно волнуют душу, можно задать священнику позже. Перед исповедью желательно извиниться перед теми, кому было сделано зло, и по возможности примириться с ними. И если это невозможно, так как те, кого исповедник опечалил, уже мертвы, или находятся слишком далеко, а связи с ними утеряны, то в таких обидах обязательно нужно исповедоваться. Подходя к исповеди, следует знать, что она будет проводиться по традиционному православному ритуалу священникам у специально для этого выделенного в церкви аналоя. Он представляет собой высокий, вытянутый вверх четырехгранный столик с пологой доской. На нем будут лежать крест и Евангелие. Подойдя к нему, следует перекреститься и положить указательный и средний пальцы на Евангелие. После священник может сразу возложить на голову епитрахиль. Внешне она выглядит как длинный вышитый шарф, соединенный несколько раз по своей длине и надетый на священника. Священник может сначала выслушать исповедника и уже после положить ее на голову. В любом случае, пугаться ничего не нужно. Положив ее, он прочитает молитву об отпущении грехов. Перекрестит. Все это время, скорее всего, придется провести, немного нагнувшись к аналою. Но это не займет много времени. После молитвы священник снимет с исповедника епитрахиль, и тогда нужно будет перекреститься, поцеловать крест и Евангелие и попросить у священника благословения. Маловероятно, что в наше время священник назначит епитимью после исповеди. Это не нужно воспринимать как наказание. Епитимья – это лишь ряд действий, необходимых для искоренения греха из жизни исповедника. Если епитимья выше сил и времени, об этом сразу нужно сказать священнику. Адекватный священник постарается войти в положение и отменить епитимью или смягчить ее. Обычно это какое-либо молитвенное правило, поклоны или дела милосердия. Однако епитимья в принципе назначается сейчас крайне редко, и чаще всего человек сам о ней просит. Если же во время исповеди у исповедника потекли слезы, не стоит этого стыдиться. Однако нужно стараться, чтобы слезы не превратились в истерику. Также не нужно бросаться утешать тех, кто плачет, отойдя от исповеди. В этот момент людям не нужны утешения других людей. Они наоборот не желают излишнего к себе внимания. Что же одеть на исповедь? Приходя в церковь к исповеди, не стоит забывать о подобающем внешнем виде. Для мужчин это брюки, рубашка или футболка с рукавами, и желательно без рисунков, изображающих драконов, чертей, сказочных персонажей, обнаженных женщин, сцены употребления спиртного, курения и т.д. Шапку в церкви мужчине нужно снять. Для женщин необходима скромная одежда, закрывающая плечи, большую часть зоны декольте, юбка не выше колена, платок на голову. Косметики не должно быть. Особенно важно не красить губы, так как нужно будет прикладываться к кресту и Евангелию. На исповедь девушкам лучше не надевать обувь на каблуках, так как, возможно, придется долго стоять. Если заранее исповедник не узнал у священника, где проходит исповедь во время литургии, то можно спросить у кого-либо из молящихся. Кстати, часто исповедь проходит не только на литургии, но и на вечернем богослужении. О его времени проведения обычно сообщают объявлениям на дверях церкви. В том случае, когда человек желает исповедоваться, но по причине болезни прийти в церковь не может, можно вызвать священника на дом. В остальном подготовка будет такая же. Но если у болеющего исповедника возникнет желание попаститься перед исповедью, сначала следует проконсультироваться об этом у врача. Если врач будет против пищевых ограничений, то не стоит поститься, так как человек обязан заботиться о своем здоровье, как о даре Бога. Пренебрегать же им тоже грех. Поэтому грехами являются курение, пьянство, наркомания и иногда приравниваются к медленному самоубийству. Самое главное – помнить, зачем вообще необходимо исповедь. Если человек решил исповедоваться, значит он решил меняться. Не всегда это будет получаться сразу. Но стоит стремиться не повторять своих ошибок из раза в раз. Однако, если так происходит, это не значит, что их не надо будет исповедовать в будущем. Нельзя исповедоваться про запас. После первой исповеди необходимо продолжать исповедоваться регулярно. Как показывает опыт церкви, повод для этого, скорее всего, у вас будет. И слишком бояться этого не стоит, ведь даже святые исповедовались до последних своих дней. Но лучше не тянуть с этим. Если вы искренний православный человек, то рекомендую вам все-таки сходить в церковь и принять таинство первой исповеди. Тем более, что теперь вы знаете, как это правильно делать. И это не требует каких-то невероятных усилий или материальных вложений с вашей стороны. Так что удачи вам в первый раз. И не забывайте смотреть видео на нашем канале. Ставьте лайки и подписывайтесь. До скорого! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok